Добрый день, уважаемые охотники, стрелки и просто любители огнестрельного оружия. Сегодня к нам наконец-то приехало долгожданное ружье. Это модель от компании Benelli Backflint Urbina 828. Что бросается, конечно, сразу, когда берешь в руки это ружье? Эргономичная шейка, очень удобное цевьё, хваткая, не скользит. Не важно, большая рука, либо маленькая, держится ружьё в руке отлично. Второй момент, это вес. Вес ружья действительно, как и заявлен производителем, в неснаряжённом состоянии 2,9 кг. Данные ружья приехали в двух исполнениях. Обычная чёрная матовая, кстати, мат очень хороший, не бликует, скажем так, не выдаст вашу позицию. И ружьё более топового класса, это мы уже можем видеть по гравировке, по классу Ореха, вот в таком серебристом исполнении. Все ружья выполнены с карбоновыми планками, стоят оптоволоконные мушки, которые помогают стрелку в сумрак прицелиться и вести огонь. Чем отличают эти ружья от других, в принципе, вообще двухстволок? В силу того, что я уже не первый год работаю в оружейных магазинах, я перебрал массу производителей, работал с массой и количеством оружия, неважно, будь то полуавтомат, будь то горизонтальное, будь то вертикальное оружие. Мне кажется, компания Бенели избрала самый правильный способ подхода к своему клиенту. Они все свои ружья поставили, скажем так, на модульный поток. Все ружья являются модульными. Будь то эта модель, будь то М2, будь то модель Монтефельтра, Винчи, Супер Винчи. И, кстати, все эти модели представлены у нас в магазине, но мы про это поговорим позже. Смотрите, в чем удобство этого ружья. Во-первых, планка карбоновая, ее можно менять. Можно поставить маленькую, среднюю, высокую. Гребень. Гребень можно тоже использовать, стандартный гребень. Есть средний гребень и есть высокий гребень. Для чего это делается? Когда стрелку необходимо поставить на ружье коллиматорный прицел, соответственно, меняется прицельная линия. И нам нужно поднимать сам гребень. Это все делается в домашних условиях. Нам не нужны никакие ни мастерские, ни инструменты. То есть не нужно никуда везти ружье. Вы сами для себя подстраивайте, как вам нужно, и делайте, что вам нужно. То же самое с затыльником. Тут стоит прогрессив комфорт затыльник. В чем отличие этого затыльника от других фирм, которые изготавливают всевозможные гасители от дачи? Используется специальная система, которая, неважно, какими мы стреляем патронами, 28 грамм, 32 грамм, вплоть до магнума. Она гасит ровно столько от дачи, сколько необходимо стрелку для ведения второго выстрела. То есть после первого выстрела мы стреляем туда, куда нам нужно, а не туда, куда подбросило ружье. Это очень большой плюс для этого ружья. Как мы видим, ружье идет без антапок. То есть оно предназначено для ходовых охот, для, скажем так, долгих каких-то засидок. И поэтому ружье сделано максимально легкое, на чем компания Бинели делает максимальную ставку. Идем дальше. Комплектация данного ружья. Комплектация ружей Бинели, как правило, стандартная. Это 5 сменных чоков, начиная от цилиндра, заканчивая самым сильным чоком, единицей. Ключ. В этой модели впервые использована быстросъемная УСМ, используется. Это очень удобно, скажем так, для чистки его, для осмотра. Нам не нужно разбирать все ружье. Опять же, мы вернулись к той же самой модульности. Идем дальше. Идет ключ. Ключ у нас нужен, соответственно, также для того, чтобы выкручивать сменные дульные насадки. Также и чтобы прогонять резьбу в стволе от какой-то грязи, нагара. Идут сменные проставки. И посмотрите, тут идет полный комплект сменных проставок, что немаловажно. Опять же, мы можем поменять... Это впервые использована технология на двухствольных ружьях. Мы можем поменять как угол питча, отвести приклад вниз-вверх. Так мы можем и поменять погиб вправо-влево. То же самое можем сделать вправо-вниз отвести и вправо-вверх. То есть абсолютно как угодно ружье подстраиваем под себя. Обратите внимание, это первое ружье, в котором использован приклад от полуавтомата со всеми его плюсами. Нестандартные нам посаженные колодки на приклад. И классическое двухствольное ружье. То есть получился вообще некий симбиоз полуавтомата и двухстволки. Все лучшее, скажем так, от двухстволок идет в блоке стволов. Все лучшее от полуавтоматического оружия воплощено вот в этот эргономичный комбинированный приклад. Очень интересная система запирания, необычная. Но это мы поговорим отдельно, когда проведем стендовое испытание. Очень необычные эжектора. Эжектора здесь стоят импульсивные. Они срабатывают только после выстрела ружья от поддутия самой гильзы. То есть система очень интересная. И поэтому мы ее более детально разберем, скажем так, в полевых условиях, в условиях стенда. Компания Бинели всегда стремится к максимальному облегчению своих ружей. Как это добывается? Во-первых, компания Бинели использует тонкостенный прочный орех. Скажем так, это уже минус вес. Далее. Ствольная коробка у нас выполнена из легкосплавных материалов. Но при этом все конструкции, которые несут нагрузку, выполнены из стали. За счет этого тоже мы сбрасываем вес. Идем дальше. Стволы. Блок стволов этого ружья. Опять же, это карбоновая планка. Тоже значительная. Облегчение ружья. Как мы видим, нет стандартной для нас привыкшей полной пропайки между стволами. Идут свободные стволы. А основные элементы, где самая большая нагрузка, это в патроннике и на дульном срезе. Они соединены сверхпрочными муфтами. Это тоже у нас идет все для облегчения веса. Опять же, хочу напомнить, что все стволы компании Бинели прошли криообработку. Зачем это делается? Когда ствол изготавливается, идет напряжение металла. Металл напрягается, и это очень сильно влияет на резкость боя, на точность, и впоследствии, скажем так, на общее впечатление о данном ружье. И поэтому компания Бинели производит криообработку всех столов. Это стволы подвергаются к глубокой заморозке, чтобы снять вот этот остаточный металл. Чтобы металл принял свою естественную форму, как бы он был уже изначально блоком стволов. Еще раз хочу напомнить, что к нам приехали две модели. Стандартная модель с матовой коробкой и люксовая модель. Эти модели приехали с разным исполнением стволов. Есть такая модель 710-й ствол и 760-й ствол. То же самое есть и люксовая модель 710-й и 760-й ствол. Поэтому любой охотник сможет подобрать себе как и класс ружья, так и длину стволу, учитывая какие-то свои определенные особенности на охотах. У нас есть еще один гаджет очень интересный, я думаю, который ценитель, именно ценители, скажем так, пулевой охоты, настоящие аристократы, любители самых последних инновационных разработок компании Бинели, оценят это ружье. Пойдем, Леша, посмотрим поближе. Вот, к нам приехала тоже новая модель. Это модель Бинели Лорд. Она исключительно идет в 20-м калибре. Вес данного девайса составляет 2 килограмма 500 грамм. Оно обтянуто все толстой, хорошей кожей. То же самое мы здесь видим. Карбоновая планка, две мушки для быстрой и точной стрельбы. Максимальная комплектация. Все идет в очень красивом кожаном кейсе. Поэтому, я думаю, ценители ружей оценят это ружье на высоком уровне. Здесь воплощены самые последние технологии, самые последние наработки. Учтено все. Баланс, как и самого ружья, баланс ствола. Комплектация здесь максимальная идет. Ружье весит, еще раз напомню, 2 килограмма 500 грамм в неснаряженном состоянии. Поэтому, если кого-то заинтересовало, обращайтесь, приходите, покажем, посмотрим, расскажем. Модель очень интересная. В руках держится просто достойно. Она, я думаю, стоит вашего внимания. Обратите внимание, приехали, наконец-то, долгожданные винчи с пулевым стволом. Они идут сразу с планкой батью. Посмотрите, о чем я говорил, модульность ружья. Посмотрите, Алексей, на приклад. Приклад уже идет сразу с высоким гребнем. Изначально ставят высокий гребень, учитывая высоту планки батью, чтобы прицельная линия была ровно на дульном срезе, чтобы планка была закрыта, чтобы мы четко и уверенно вели огонь по нашей мишени. Эти стволы слаг, там нет никаких сменных чоков, постоянный цилиндр, чтобы пуля шла равномерно по всему стволу. Спускаемся дальше. Классическая Бенелли Винчи в камуфляжном расцветке. Их приехало два вида. Два камуфляжа. Один камуфляж камыш и лес. Так, далее. Тоже ружье, которое, скажем так, уже зарекомендовали у наших белорусских стрелков и охотников. Это Бенелли Винчи. Суперспорт. Максимальная комплектация. Стоит самый последний затвор спидболт, который переезжает даже сверхлегкие навески дроби. От 24 грамм и выше. То же самое. Такая же модульная система. Только у него еще в комплекте идет три сменных затыльника. И три сменные гребни. Можно ставить что угодно. Любые коллиматоры, любые прицельные приспособления. И опять же, обратите внимание, идет высокая спортивная планка. Она широкая. Стоят дульные компенсаторы. И на дульном среде стоит выносной чок для быстрого, скажем так, смены дульных сужений в условиях стенда либо тира. Эти две модели представлены с разными стволами. Это модель 710-я, это модель 760-я. Это классические наши Бенелли Винчи Black. То же самое, 710-я модель и 760-я. Так, пройдемте дальше. Скажем так, это младший брат Бенелли. Компания Франчи. Франчи у нас позиционируется как более доступное ружье. Тем людям, которые хотят оценить высокое качество инерционных ружей такого класса, как Бенелли, мы всегда можем предложить вот такой, скажем так, ценовой сегмент. Ружья приехали в всевозможных исполнениях, с разной длиной стволов, с разными калибрами, в разных расцветках. Есть облегченные ружья с алюминиевыми, с плавными коробками. Есть стальные коробки. Идем дальше. Наконец-то тоже приехало к нам классическое горизонтальное ружье 12-го калибра. Обратите внимание, прямая английская ложа. Классика во всей ее красе, как она есть. Ну и стандартное ружье. Вот отличное ружье для тех, кто охотится из-под легавых. Насадки Paradox. 2 500 веса. Антабки. То есть, тот, кто любит стрелять с бекасика, вальшнепа, это идеальный вариант. И короткие стволы. Короткие стволы, да. Насадочки парадокс. На короткие стрелять просто изумительно. Обращаем ваше внимание. У ружей от компании Франчи наконец-то появилась линейка спортивных ружей. Максимально длинные стволы 760-я. Выносные дульные чоки. И появилась система Bifast. Мы можем регулировать гребень. Поднимаю его, опускаю. Все сделается для удобства, для быстрой вскидки, для хорошего наведения стволов на мишень и дальнейшего ее поражения. Так, пройдем дальше. Как мы уже говорили про Benelli Винчи, опять же, вот еще один самый новый их камуфляж, Optifate. Что немаловажно, эта модель с 89-м патронником приехала. Также есть ружье Винчи в камуфляже дерева. Это не дерево, чтобы некоторые подумали. Это просто, это пластмасса, но называется камуфляж, у нее wood, орех. Ну и также у нас представлены в хорошем ассортименте ружья 20-го калибра. Это как и полуавтоматические ружья от компании Benelli, так и от компании Franchi. Пулевые 20-го калибра от компании Benelli. Есть у нас леворукие ружья от компании Franchi. Есть леворукое ружье от компании Benelli. И довольно широкий ассортимент ружей 20-го калибра, двухствольных с вертикальным расположением стволов. На этом экскурсию и обзор по нашему магазину мы с Алексеем завершим. Но для всех, у кого-то остались какие-то вопросы, они все могут их оставить в комментариях под данным видео. Ссылка на магазин будет также включена под видео. Поэтому не стесняйтесь, приходите к нам в магазин. Наши консультанты с удовольствием. Каждому ответят на вопросы, что-то подберут, что-то выберут, дадим посмотреть. То есть никто не останется без нашего внимания. Ну и как говорится, ни пуха вам ни пера. До новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok